Хитрик Курицына, хитрик Дорогайкина Или все же Курицын, или Дорогайкин Кого в сборную туры поставить, кого в центр Курицын уже тысячу раз был, Рус тоже был Что делать еще? Новый формат Бундеслиги, новый формат 60 минут плюс, все стираем, все забываем, начинаем заново Но на самом деле я одинокий человек, у меня нет подруг, нет друзей А как же я? Я же лучше собаки, я же больше, чем просто друг Как он забыл про меня? Он только о своей Бундеслиге думает, о карточках FIFA У него нет ничего святого, он забыл даже про меня Ладно, на самом деле все не так грустно Тур получился крутой, реально, тур получился с кучей сенсаций Чего стоят бородачи из Ганза, которые обыграли Ганновер Чего стоит Гамбург, который разобрался с Дортмундом Ну точнее разобрался, наверное, громкое слово И Дортмунд сейчас скажет, ты что гонишь? Ты что разобрался? Мы вели всю игру У нас было преимущество Да, супер, но счет 3-2 и он на табло И этот тур получился реально крутым Поэтому сейчас мы его обсудим Посмотрим сразу на голосовалки сейчас онлайн, которые мы запустили И в конце еще тоже обратимся к ним Но сейчас смотрим голосовалки, переходим к результатам тура И будет действительно круто и интересно Так, обращаемся сразу к голосовалкам онлайн И было 4 вопроса Посмотрим, что вы ответили на первый И какие сейчас онлайн результаты Первый был такой Кто, на ваш взгляд, является главным претендентом на чемпионство на данный момент? Естественно, естественно 53% людей ответили то, что Бавария Да, Бавария сейчас на первом месте в турнирной таблице Имеет 6 очков отрыва от ближайшего конкурента Но при этом остальные считают то, что Ну как остальные? Большинство из тех, кто голосовал за остальные результаты Считает, что именно Штутгарт вяжется в борьбу с Баварией Правда, таких всего 15% Второй вопрос касался Элиаса И двух поражений подряд Следствие чего это, по вашему мнению, является? Большинство из вас, а именно 40% Ответили то, что это следствие травм Потому что действительно команду преследует Какая-то череда травм И тяжелейшая травма Богдана Самойлова в матче с Баварией Ну лишнее тому подтверждение Правда, не так сильно от этого ответа Отстает ответ, что чемпионат стал более сложным Поэтому все потеряют однозначно очки И именно поэтому Элиас сейчас теряет очки Именно 33% человек проголосовали за этот вариант Центральный матч 10-го тура нас ожидает Бавария-Штутгарт И кто что ждет от этой встречи Я лично жду интересного футбола Сумасшедшей борьбы И результата на три Точнее игры на три результата Что ждете вы? Многие из вас, а именно 53% Ждут победы Штутгарта Дабы борьба в чемпиате стала еще интересней Еще более плотной Стала ситуация в турнирной таблице Ну и собственно это наверное не удивительно Не потому что кто-то болеет сейчас против Баварии Там завидуют ее первому месту и так далее Нет, просто это будет действительно здорово Для поддержания, так скажем, интриги в чемпионате Но конечно же баварцы ждут продолжения победного шествия баварской машины Ну и всего лишь 20% человек проголосовали Что они просто ждут хорошего футбола Ну думаю, что они не соврали Но тем не менее, конечно, каждый для себя в этом матче Выберет своего фаворита Наверное, ту команду, за которую они будут болеть На четвертый вопрос пока что отвечать не будем Потому что пришла в голову мысль То, что, блин, вообще-то в этом туре были события поинтереснее Ребята, Ганза обыграла Ганновер А я еще ни слова об этом не сказал Ганза обыграла Ганновер Нет, не то, что Ганза прям уж такая слабая Но Ганновер позиционирует себя как одного из претендентов в борьбе за самые высокие места Ганза себя так не позиционирует Поэтому победы их в этой встрече, ну, наверное, ожидать не очень-то приходилось И, честно говоря, почти весь матч прошел 6 на 7 И сейчас мы узнаем почему Во-первых, потому что игра была в 10 утра в воскресенье И, ребята, Ганновер начинал в шестером Ганза начинала в семером Потом вроде как прибавилось и там, и там по человеку Но по ходу встречи две красные карточки прямые Сначала Михайлову, потом Илье Москвину И как бы опять 6 на 7 Ну, как мы поняли, что Ганза 6 на 7 играет лучше, чем в равных составах Играет лучше, чем там 7 на 7, 8 на 8 и так далее Поэтому, может быть, каждый матч теперь так стоит Может быть, Ганза, попробуйте провоцировать соперников Пусть удаляются у них двое, у вас один, играйте 6 на 7 Как бы любого можно обыграть Штутгарт дрохните, Дортмунд обыграете во втором круге Элиас обыграйте Супер на самом деле, почему нет? Как вариант Не-не, парни, это не призыв ни Ганзе, ни кому-то другому Получать красные карточки И не приезжать на игры в 10 утра собираться в шестером, в семером Нет, абсолютно нет Просто такое интересное, наверное, замечание по этой встрече Ну, так получилось, что вся игра почти прошла 6 на 7 И чего ты думал, что Ганза-Ганновер это самый интересный, самый сенсационный результат в туре? Ну, вообще-то, да, Ганза как бы обыграла Ганновер Что может быть еще круче? Ну, вообще-то, как бы Гамбург еще играл с Барусей Дортмунд, Дортмунд вел 1-0 Все здорово, как бы Дортмунд выигрывает Где сенсация, спросите Вы спросишь Ты невидимый вид, стоящий с этой стороны Ну, я вам отвечу Гамбург совершил Ну, не то, что камбэк, но Гамбург перевернул игру И выиграл матч со счетом 3-2 у Дортмунда Ну, если победы Ганзы над Ганновером мало кто ожидал То победы Гамбурга над Дортмундом Я думаю, что не ждал вообще никто Потому что Гамбург новая команда Дортмунд команда, которая планировала Как бы вроде как исправиться за 3-е место в предыдущем сезоне И тут поборолся за чемпионство Ну, о какой борьбе за чемпионство может идти речь Если вы проигрываете Гамбургу Новому, пока что несыгранному Если вы отдаете непонятно каким образом матч Кайзеру Но при этом умудряетесь обыгрывать Штутгарт Ну, с такой стабильностью далеко не уедет Дортмунд, на мой взгляд Вообще-то за всеми этими разговорами О сенсациях, о победе Ганза, о победе Гамбурга Как-то мы стали забывать, что вообще-то еще был день в субботу Где играл, во-первых, новый Шальке А во-вторых, было два центральных матча тура Я не буду выделять какой-то из них Более центральный, менее центральный Что значит более или менее центральный Оба центральных матча тура Где в одном из них встречался Майнс и Штутгарт А в другом играла Бавария и Элиас И оба матча закончились со счетом 5-2 Если вы заметили, то я появляюсь в кадре То тут, то тут И, честно говоря, матч Майнс и Штутгарта Примерно выглядел так же Потому что сначала Майнс атаковал, забил мяч Потом Штутгарт ответил Потом я вдруг не перешел из кадра в кадр Остался вот здесь, забил второй гол Штутгарт Потом обратно вернулся И Майнс делает счет 2-2 Потом, конечно, матч развивался так, что я должен стоять только вот здесь Потому что преимущество Штутгарта не оставляло особых сомнений И команда во втором тайме смотрелась на порядок Лучше Майнса, забила еще два мяча Первый тайм закончился со счетом 3-2 А второй Штутгарт выиграл 2-0 Хитрик Руслана Дорогайкина Мячи Синицына, передача Синицына Пожалуй, два таких MVP, наверное, этого матча Хотя, наверное, два их не может быть Но я бы все-таки выделил именно два их На противоположной стороне весов Если мы говорим о центральных матчах Тура Стоит матч Бавария и Элиас Который также закончится со счетом 5-2 И ситуация примерно схожая Был 1-0 в пользу Баварии Был 1-1, Элиас сравнял А дальше случилась не очень приятная вещь Ну, практически на ровном месте Там было немного борьбы с Курицыным Но, тем не менее, уже все-таки на ровном месте Богдан Самойлов получает травму тяжелейшую Колено вылетает буквально из сустава Смотреть на это было больно, неприятно И все, кто были на бровке А, кстати, болельщиков на этом матче было очень много Были люди на трибунах Были люди на бровке поля Ну и все как один отвернулись Увидят, что там на самом деле Этот эпизод разбил матч на две части И если в первой части все было достаточно равно То во второй доминировала Бавария В общем, да, понравилось мне ходить Перешел обратно на другую сторону На ту сторону, наверное, где играла Бавария Потому что Бавария после этой ситуации В игру-то войти смогла Элиас не очень Ну и тем не менее, даже Если не брать в расчет эту травму Эту ситуацию Бавария смотрелась лучше В какой-то фантастической форме Сейчас находится Курица Он забивает три Забивает классные, красивые мячи Отдает передачи Там Певтораль забил еще мяч И задорожный И в итоге 5-2 Элиас сумел ответить мячом лишь с рикошета Там после удара Мореева Если я не ошибаюсь Мяч с рикошетил Залетел в ворота Ну, собственно, 5-2 Уверенная победа Баварии И тем самым интереснее будет матч во втором круге Где Элиас, я думаю, то, что уже с восстановившимся Севастьяновым С остальными, которые залечат свои травмы Это будет другая игра Другой состав И тем самым будет еще более интересно смотреть на это противостояние В общем, на этом тур не закончился в плане интересных результатов Потому что был Кайзер с Вольсбургом Которые сыграли 4-3 Была рубка там где-то в подвале Которую, может быть, не все заметили Там где-то внизу Кто-то мог не увидеть с высоты своих позиций Дармштадт и Дуисбург А игра-то получилась не самой плохой Вы тут вообще не могу не согласиться Короче, Дуисбург и Дармштадт зарубились на славу 3-3 Дуисбург вел по ходу встречи Казалось то, что команда Вот вроде как нащупывает свою игру Может там и выиграть даже Но Такое ощущение, как будто все просто дико не в форме Абсолютно Хотя прошло 9 туров Но как-то ничего не меняется со старта чемпионата Там кто-то, некоторые команды набирают форму Там втягивается в чемпионат Дуисбург Что-то пока как-то вообще не втягивается Не впечатляет абсолютно команда Наверное, то же самое можно сказать и про Дармштадт Но все-таки Дармштадт, как коллектив По крайней мере, выглядит более цельно Да, по игре пока что все не так здорово Но, тем не менее, команда старается Команда потихоньку набирает свои очки И вот Дармштадт не производит впечатления команды Которая все так безнадежно Да, да, кстати, о Кайзере с Вольсбургом забыл 4-3 Кайзер выигрывает Выигрывает Ну, заслуженно все-таки Заслуженно по игре Сейчас Кайзер все-таки команда Которая идет выше в турнирной таблице Команда, которая после этой победы После осечки Дортмунда После осечки Ганновера Приближается к Еврокубковой зоне И еще вот чуть-чуть И Кайзер в нее реально залезет Вообще-то стоит по-хорошему вернуться в субботу Потому что за центральными встречами тура Как-то на соседнем поле Мы не заметили встречу Вердера и Шальки А посмотреть там было на что Шальки приехали не в самом шикарном своем составе Но, тем не менее, новая команда Которая зашла вместо того Шальки У которого был полный, круглый Ноль после нескольких туров И команда не побоялась Зашла Уже команда играла в форме С эмблемой И вообще супер В общем, по организации к Шальке вообще вопросов нет По игре могло все сложиться иначе Если бы реализовывали свои моменты И если бы не привозили голы в свои ворота Потому что Вердер в этой игре создавал Но так вышло, что забивал Как-то все-таки с подачек Шальки Как бы это, может быть, неприятно не звучало для Вердера Ну да, на 3-0, пожалуй, может быть, наиграли Но еще и наиграли на то, чтобы пропустить Вышло так, что сыграли на ноль Это для Вердера, конечно, большой плюс В условиях того, что команда по ходу сезона Ну не то, что прям сталкивается с какой-то перестройкой Но, тем не менее, новые люди вливаются в команду Кто-то уходит Кстати, хотите новость? Вообще, как бы не постесняюсь сказать То, что Шарван Алиев возвращается в свой Ганновер из Вердера Поиграл он там первые 9 туров Но как-то не очень клеилось Да и скучал Шарван по дому, наверное, можно так сказать Поэтому возвращение блудного сына в Ганновер И атака Ганновера будет смотреться теперь на порядок интереснее Ну и последняя игра, которая выбивается абсолютно из всех игр этого тура Потому что результат разгромный И я вообще-то сейчас должен где-то за кадром стоять Чтобы меня не видно было Потому что хотелось бы, чтобы таких игр тоже не было в туре Но, к сожалению, Гладбах выглядел достаточно беззубо Если вначале там сопротивлялись, забили Реализовали 11-метровый Но потом как-то Хофенхайм абсолютно без каких-либо шансов Переиграл Гладбах И нужно сказать, что это просто был день одного Игра одного человека, который поучаствовал во всех забитых мячах Ну вообще, кто не знает, речь об Александре Карпенко Который из 9 мячей забил 7 И еще 2 голевые передачи отдал Сборная тура однозначно Ну и да, там кто-то может сказать Да, это на фоне Гладбаха полуживого Но я не соглашусь Потому что он и в таких важных матчах Смотрится неплохо, играет здорово И в следующем туре ему как раз предстоит доказывать свою состоятельность Потому что Хофенхайм перед матчем с Дортмундом Лишился нескольких ключевых игроков Но вообще-то я не просто так оставил Хофенхайм напоследок Потому что, как и анонсировалось вначале Новый формат предполагает новую рубрику И эта рубрика будет называться Экскурс в историю Сегодня нам предстоит окунуться в историю команды Хофенхайм И именно в историю их прозвища Не знаю, многие знают это или нет Но Хофенхайм называют, угадайте как Деревня, деревня Но вообще-то не совсем так Их просто называют деревенские Либо, ну там, в вольном переводе колхозники Конечно, для нашего Хофенхайма, наверное, это не совсем подходит Но что касается происхождения этого прозвища Почему деревенские, почему именно так? Все на самом деле достаточно просто Потому что Хофенхайм был образован в 1899 году И да-да, кстати, не просто так это число фигурирует в названии команды Это год основания Но основалась команда, как деревенская команда Из деревни Хофенхайм, одноименной Где проживало всего лишь 3000 человек И команда практически 90 лет играла в низших дивизионах И они не поднимались выше 7 дивизиона немецкого И это не самое удивительное Уже зная то, что команда основана в деревне, в которой проживают 3000 человек И вот команда 90 лет варится где-то в низших дивизионах Не хватает звезд с неба Казалось бы, они будут там в вечность Но нет, в 90-х годах ситуация поменялась И простой парень, который когда-то играл за молодежную команду Хофенхайма Да-да, представьте себе, у Хофенхайма в таких условиях все была молодежная команда Но, в общем, Дитмар Хопп, человек, который в юниорские годы поиграл в юниорской команде Хофенхайма А потом из простого парня превратился в человека, который устроился работать тогда еще никому неизвестную IBM А потом стал, точнее не со-основателем, а основателем САП И тем самым стал основным и, наверное, главным спонсором, если так можно назвать Те денежные вливания, которые он делал в команду, если это спонсорство Ну, наверное, да, хотя, наверное, скорее добровольные пожертвования И в 90-х годах, собственно, Хофенхайм и начал потихоньку подниматься из 7-го дивизиона Ну, а дальше было то, что есть сейчас Ну, а дальше интерес Хоппа разрастался к Хофенхайму И он вкладывал все больше и больше деньги И результат не заставил себя долго ждать Потому что если в 90-х годах Хофенхайм где-то еще был в низших дивизионах То, собственно, если мы берем нулевые, берем время ближе уже к 2010-му Мы начинаем видеть Хофенхайм во второй Бундеслиге Начинаем знакомиться с Хофенхаймом по Кубку Германии И потом уже видим его в первой Бундеслиге И, собственно, сейчас, если кто-то, там, интересующийся Бундеслигой Просто ему достаточно заглянуть в таблицу Бундеслиги И он всегда увидит там Хофенхайм Команда, которая редко борется за выживание Да, в этом сезоне у них не все получалось Но, тем не менее, за выживание они борются редко Команда такая середнячок Но, учитывая всю историю клуба Я думаю, что это результат для Хофенхайма шикарный Что касается профессиональной команды Хофенхайм То все понятно, и в этом сезоне они испытывали некоторые трудности Ну и, наверное, это передалось и нашему Хофенхайму Который в этом сезоне тоже начал ни шатка, ни валка И только сейчас выбирается из подвала турнирной таблицы Да, наверное, о вылете говорить не стоит Но вот только-только буквально команда открыла погреб И показалось, где-то из подвала Там смотрят на середину таблицы, на высшие места Но пока что она больше претендовать не может И, опять же, если мы возвращаемся к прозвищу Деревенский Интересный факт, что в первом туре первого сезона Бундеслиги Хофенхайм играл с Вольсбургом И тогда действительно могло показаться Что вот эту команду мы можем называть Деревенский Потому что мало того, что тогда ни у кого не было формы Вольсбург и Хофенхайм приехали еще в одинаковый форм В одинаковой одежде даже, я не знаю, не называть эту форму В одинаковых черных футболках И что было делать, когда не было ни манишек, ничего Но тогда к Хофенхайму, конечно, мы не могли прилепить ярлык деревенской команды Потому что тогда и вся Бундеслига была, по сути, деревней Возвращаемся к тем опросам, которые мы смотрели в начале передачи Собственно, ситуация не особо изменилась Все те пункты, которые были на лидирующих позициях, так скажем, там и остались Единственный вопрос, который мы не посмотрели в начале передачи И к которому возвращаемся сейчас Это вопрос о выступлении немецких клубов в Еврокубках И вопрос звучал так Как на данный момент вы оцениваете выступление немецких клубов в Еврокубках? Варианты ответов были примерно такие Что отлично, лучшего пожелать нельзя Хорошо, не можем выступать Но можем выступать еще лучше Оцениваю отрицательно, потому что очевиден недобор очков И не слежу за Еврокубками совсем Тут, ну, наверное, как и ожидалось Второй вариант ответа Хорошо, мы можем выступать еще лучше Набрал 72 с лишним процента голосов И, собственно, действительно, наверное, это наиболее объективно Сейчас мы можем оценить выступление наших клубов в Еврокубках Как положительные, но действительно могли бы где-то добрать еще Начинали с передачи с обсуждения Хитрик Драгайкина или Хитрик Курицына А в десятом туре смотреть нам матч Баварии и Штутгарта Кому кто отдает предпочтение, как вообще сложится игра Ну, гадать как-то, наверное, не хочется мне Но вообще бы, если меня попросили дать прогноз Я бы, наверное, поставил на ничью На результативную Больше четырех мячей с каждой стороны Это в идеале Это как все бы, наверное, хотели Посмотреть много голов в центральном матче тура Но боюсь, что центральный матч тура получится закрытым Я верю в то, что мои прогнозы переселятся наконец-то в букмекерские конторы Но, к сожалению, прогнозисты у меня не очень Поэтому, скорее всего, в центральном матче тура получится закрытый И пройдет в плотной борьбе Скорее всего, много голов ожидать не приходится Ну что ж, вот такая вышла экспериментальная передача о Бундеслиге Надеюсь, что вам понравилось Если да, то ставьте лайки Подписывайтесь на наш канал на Ютубе И репостите это везде, где только можете Если нет, то пишите в личку Не портите впечатление о нас в группе Не-не, ребят, не надо Ну, на этом, в общем, все Заканчиваем Увидимся уже, наверное, в стандартной версии передачи 60 минут плюс А еще, как близкий друг Виталия, который показывает, нет Я хотел бы напомнить, что у вас будет новый проект Павловского футбольных артифа в реальной жизни И поэтому также поддержите этот проект Если с вами дуны Я просто как-то своего друга прошу Пожалуйста Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!